Здравствуйте, друзья! Я и гости канала «Помощь бездомным. Лохматаешь душа». Ребята, сегодня хочу немножко поговорить. Может быть, вы меня поддержите. Вы видите, перед вами сейчас наша жизнь. И вот на фоне этих вольеров и наших сюжетов я хочу поговорить с вами. Вы знаете, приют существует уже более 18 лет. И за это время мы с вами спасли тысячи животных. Тысячи бездомных животных. Это много. А особенно учитывая, что многим из них были проведены тяжелейшие операции, благодаря вашей поддержке. И они все эти годы были сыты и защищены. Ребята, это подвиг. Тысячи крошечных, маленьких совсем, слепых. Малышей были вырваны из лап смерти. Подобранные по обочинам дорог в коробках, по оврагам в ящиках, в мешках, по ямам, старым дачам. Сотни малышей забраны с мусорок, куда их выбрасывают, как мертвый хлам. Ребята, мы живем страшное, просто страшное бездуховное время, когда людям наплевать друг на друга, не говоря уже о животных. Если бы вы знали, как часто мне пишут диванные спасалки, помогите лучше детям. Какая удобная отговорка для тех, кто сам ничего не делает. Иногда читаю эти опусы и очень грустно усмехаюсь. Их бы энергию да в мирное русло. Вот кто мешает этим людям не критиковать и поливать презрением за защиту, а самим спасти хоть, да хоть таракана. А если серьезно, ну кто им мешает написать письма, разослать их по всем инстанциям, с требованием, именно с требованием обратить уже пристальное внимание на эту тяжелейшую проблему нашей страны. Нам надо добиться общероссийской обязательной стерилизации всех животных. Особенно по самым дальним деревням и по дачам, когда берут ребенка, наигрались, а потом там же его бросают. А он вырастает поудиким. Это еще хорошо, если вырастает. А нет, так и умирает там. Брошенный от голода, от жажды, замерзший. А этим любителям поиграть остается только приехать весной и сказать, ой, у нас кто-то здесь сдох. И выкинуть оставшиеся от малыша в мусорку, как хлам, как будто и не было ребенка. И таких вы знаете сотни, тысяч. Как добиться стерилизации всех животных? Как добиться контроля? Ребята, я не знаю, жить дальше как. Ребята, приюту 18 лет. Что мы за это время сделали? Все перед вами. Два канала. На них полностью наша жизнь. Сотни тысячи операций. Сотни и тысячи пристроенных малышей. И десятки тысяч спасенных. Мы пытаемся спасти животных. Пытаемся их прооперировать и пристроить. Дать им второй шанс на жизнь. Но люди устают и уходят. А приют остается, ребята. Остаются те животные, которых вы спасли щенком. Он вырос. А вы ушли. И забрали те 100 рублей, которые помогали ему выжить. Чем мы отличаемся от тех, кто просто сплетничает на диване? Если помогая немножечко, потом бросаем. Ребята, мы ведь не забываем есть, спать, дышать, пить воду. Почему мы забываем о том, что приюты зависят от нас? Жизнь приютов и тех животных, которых мы с вами спасли за эти годы и спасаем, зависит от каждого, от каждого из нас. Прошу вас, услышьте меня. Услышьте. Если правительству наплевать на эти приюты, если наша страна не готова содержать эти приюты, то есть люди. Обычные. Сохранившие в душе что-то человеческое. Это вы. И я прошу вас, не бросайте приюты. Бросая и уходя, придумывая причины. Вот я не могу сегодня, не могу завтра. Или надоело, у меня есть другие проблемы. Ребят, Вы же, еще раз говорю, не считаете купить кусок хлеба проблемой? Сегодня купил, завтра нет. Покупая булку хлеба. Вспомните о том, что такую же булку хлеба вы можете подарить приюту, зверю. Подключите автоплатеж на 100 рублей, ведь они не просят у вас много. Вы оплачиваете счета за квартплату и за все прочее. Включите нас в ваши расходы. Всего лишь 100 рублей. Как заплатить за свет, за газ, за воду? Заплатите приюту 100 рублей. Прошу вас, пожалуйста, и вы спасете жизнь. И, возможно, однажды ваш поступок спасет жизнь вам или вашим детям. Мир кружит. И все возвращается. Вы же знаете об этом. Почему же мы никогда не заостряем на это внимание? Друзья, 100 рублей для приюта. Друзья, 100 рублей КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok